Испания – это страна, которая привлекает миллионы туристов со всего мира. Здесь ты найдешь богатую культуру, вкусную еду и хорошие возможности для работы. Ну и, как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. Сегодня я расскажу тебе все необходимые нюансы для того, чтобы ты мог сделать правильный выбор – студенческая виза или виза цифрового кочевника. Как организовать свою жизнь так, чтобы твой переезд прошел гладко? Досмотри это видео до конца, если ты хочешь узнать про плюсы и минусы каждого типа виз. Ну и, конечно, мы ответим на те вопросы, которые часто остаются без ответа. Поехали! И сегодня мы находимся в живописном парке Кабесера – Валенсия. Как показывает практика, это популярное место для отдыха и даже для спорта. Мы здесь не просто для красивых видов. Если ты мечтаешь переехать в Испанию – досмотри это видео до конца, ведь мы разберем все интересные лайфхаки по переезду, а также какие подводные камни могут тебя сопровождать. Начнем со студенческой визы. Если ты мечтаешь легально жить в Испании, получить европейское образование, погрузиться в испанскую культуру и выучить этот невероятный язык – это твой вариант. Но есть и свои минусы. Ты должен будешь каждый день учиться по 4 часа. Конечно, есть языковые школы, где ты можешь выбрать график. Это будет или первая половина дня, или вторая. Все для тебя. Если ты хочешь подняться по карьерной лестнице вверх, студенческая виза – однозначно твой вариант. Ты можешь изучать один из самых популярных языков мира – испанский язык, или же отточить свои профессиональные навыки. Для студенческой визы даже подойдет бакалавриат, магистратура или бизнес-школа. Но, конечно, есть несколько минусов. Во-первых, если это языковая школа, ты должен будешь оплатить годовой курс сразу. Разбивать на помесячную оплату не получится. Я всегда говорю, но вы же получаете годовую визу, а не на месяц. Поэтому, если ты хочешь разбивать свою оплату, лучше учиться в государственном университете или в бизнес-школе. Если ты думаешь, что тебе старше 25, ты не можешь получить студенческую визу – это неправда. Самый младший наш студент – 3 годика, и самый старший на данный момент – 65. Но если ты старше, я уверена, никаких проблем нет, потому что Испания студенческую визу дает всем. Теперь давайте рассмотрим визу цифрового кочевника. Это идеальный вариант для тех, кто работает дистанционно и мечтает гибкости в своем месте работы. Ты можешь получить такой вид на жительство до 5 лет. Твой работодатель может находиться в любой точке мира. Это возможность совмещать работу и отдых в одном из самых красивых уголков Европы. Но не все так просто. Ты должен будешь показать высокий стабильный доход и находиться на территории Испании больше 183 дней, а также платить свои налоги именно в Испании. И давай начнем с преимуществ и недостатков каждого типа визы. Итак, первая студенческая виза. Самое главное – это твой легальный статус. Ты можешь получить студенческую визу на период от 3 месяцев и до целого года. Но здесь есть один нюанс. Если на момент сдачи отпечатков пальцев у тебя остается меньше, чем полгода длительности визы, к сожалению, ты свою пластиковую карту не получишь. А, соответственно, путешествовать будет достаточно сложно. Студенческая виза – это прекрасный вариант для переезда всей семьей или, если ты пока не уверен, хочешь ли ты остаться в Испании на будущие 3 года. И есть два варианта запроса твоей студенческой визы. Первое – ты подаешь все документы в консульстве твоей страны. И второй вариант – это ты получаешь туристическую визу длительностью от 30 дней, приезжаешь в Испанию и далее агентство How to Spain занимается всеми твоими бюрократическими вопросами в любом уголке Испании. Теперь поговорим о визе цифрового кочевника. Ее основной плюс – это свобода, ведь ты можешь работать в любом уголке Испании. И, конечно, ты можешь перевести с собой свою семью. Это может быть супруг супруга и ваши дети. Но обязательно твоя зарплата должна расти для того, чтобы иметь возможность содержать их всех на территории Испании. Ты планируешь переехать один, тебе нужно будет показать зарплату за твои прошлые три месяца минимум 2650 евро. Если ты хочешь привести с собой супруга супругу, твоя заработная плата должна быть как минимум 3700. Если же у тебя есть один ребенок, минимальная заработная плата в месяц – 4000 евро. И каждый последующий член семьи – плюс 300. Ну, а ты считай, ведь чем выше заработная плата, тем выше налоговая ставка. В Испании она досягает до 47%. Теперь давай поговорим о тех вопросах, которые часто остаются за кадром или же окутаны некими мифами. Итак, первый вопрос. Есть ли ограничения по возрасту для студенческой визы? Мой ответ – однозначно нет. Ты можешь получить студенческую визу, если твоему ребенку от 3 лет и до 65. Плюс это может быть любое учебное заведение. А сможет ли мне прийти отказ по студенческой визе, если я с какой-то другой стороны? Итак, если ты правильно собрал пакет документов, подал свои документы вовремя, однозначно тебе дадут студенческую визу, ведь это один из самых простых и предсказуемых вариантов переезда в Испанию. Где можно учиться, чтобы получить студенческую визу? Ответ – это может быть любое аккредитованное учебное заведение, начиная от государственной получастной школы для детей, заканчивая языковой школой с аккредитацией Института Сервантес или университетами, которые признаны испанскими властями. Могу ли я работать по студенческой визе полный рабочий день? Здесь вопрос немножко многогранный, ведь если ты учишься в языковой школе, у тебя нет права на работу, но на самом деле его достаточно сложно получить. То есть, если ты эмигрант, приехал в Испанию и не знаешь испанский язык, вероятность, что тебя возьмут на работу в испанскую компанию равна 0,1. А если ты учишься в университете или в бизнес-школе, право на работу у тебя есть. И также тебе нужно будет проходить практику. Это прикольный способ где-то освоиться. Могу ли я привезти свою семью? Да, конечно, ты свою семью привезти можешь. Тебе нужно будет показать только больший остаток на твоем банковском счету, и чтобы каждый член семьи учился в каком-то учебном заведении. Или есть также вариант. Ты приезжаешь в Испанию, получаешь свою студенческую визу здесь, а твои родственники ждут в твоей стране и получают визу члена семьи студентной через консульство. Нужна ли мне прописка в Испании? На момент подачи на студенческую визу тебе прописка не нужна. Но если у тебя есть право и возможность получить пластиковую карту студента в Испании, прописка тебе обязательно понадобится. Ты можешь получить эту самую прописку, если арендуешь комнату или квартиру сроком от 6 месяцев. Но покупать прописку все-таки нелегально. Существует штраф от 500 до 10000 евро. Поэтому выбор за тобой. Ну и конечно сроки рассмотрения на сегодняшний момент. Это лето 2024 год. Сроки рассмотрения в Валенсии 1 месяц. Сроки рассмотрения в Валиканте 3 месяца. Ну а Мадрид и Барселона до полугода. И по поводу продления. Ты можешь получить первый раз свою студенческую визу на 1 год и далее ее продлевать. Что же нужно сделать? Нужно продолжать учиться. Сдавать все необходимые экзамены, если они требуются и подать документы. Как правило продлеваться намного легче, чем получать первоначальную студенческую визу. Продлевать свою студенческую визу ты можешь даже с территории Испании. И, как преимущество, после первого года обучения ты можешь поменять свою студенческую визу на резиденцию с правом на работу. Если есть работодатель, который готов взять тебя на работу на полный рабочий день. С нами ты можешь быть уверен, что все вопросы по страхованию, подготовке документов и переезду будут решены профессионально и грамотно. Если ты хочешь получить бесплатную 15-минутную консультацию, пиши нам в социальные сети. Я с радостью тебя проконсультирую, отвечу на все вопросы и мы выберем оптимальный путь переезда. А теперь перейдем к вопросам о визе цифрового кочевника. Могу ли я получить цифрового кочевника, если я не айтишник? Конечно, да. Ты можешь получить визу цифрового кочевника с любой профессией, если она позволяет тебе работать удаленно. Это могут быть экономисты, дизайнеры, бухгалтера и все-все-все. Главное, чтобы работодатель дал тебе возможность и право работать удаленно. Какие налоги должен платить цифровой кочевник в Испании? Если ты находишься на территории Испании больше 183 дней, у тебя есть обязательство платить свои налоги в Испании и быть налоговым резидентом. Но если ты сотрудник в найме, благодаря закону Бэкхэма ты можешь снизить свою налоговую ставку до 24%. Этот закон был придуман для того, чтобы привлекать иностранных специалистов в Испании. Что же дает виза цифрового кочевника? Виза цифрового кочевника, хотя она и называется виза, это вид на жительство в Испании, который идет тебе в учет для получения постоянного места жительства после 5 легальных лет, проведенных в Испании, и для получения гражданства после 10 легальных лет, проведенных в Испании. Сроки рассмотрения заявки. В отличие от студенческой визы, визу цифрового кочевника рассматривают в другом департаменте, и сроки рассмотрения радуют всего 20 рабочих дней. Но если ты подаешь свою заявку в августе, будь готов к задержкам, ведь именно август это тот месяц, когда большинство работников государства идут в отпуск, и конечно сроки рассмотрения могут увеличиваться. Как подать документы на визу цифрового кочевника? Ты можешь подать свои документы дистанционно. Агентство How to Spain полностью сопровождает тебя на процессе от первоначальной консультации и до получения пластиковой карты. Кстати, на студенческую визу тоже можно подавать документы полностью дистанционно, поэтому мы работаем по всей Испании. Мы в агентстве How to Spain готовы помочь тебе на всех этапах, от выбора визы и до адаптации в новой стране. Из каких стран мне нужно иметь справку о несудимости и как долго она действительно? Тебе нужно показать справку о несудимости из тех стран, где ты жил более трех месяцев на протяжении прошлых двух лет. Справка о несудимости обязательно должна быть апостелирована. Это ты делаешь в той стране, где был выдан документ и переведена на испанский язык присяжным переводчиком. Кстати, если ты подаешь на студенческую визу или на визу цифрового кочевника с нами, агентство How to Spain занимается организацией твоего присяжного перевода. Тебе нужно будет только оплатить переводы на прямую переводчику. Могу ли я подать на визу цифрового кочевника из своего консульства? Конечно, можешь, просто есть несколько нюансов. Первое, тебе дадут визу цифрового кочевника не на три года, как если бы ты подавал в территории Испании, а только на один. И далее нужно будет думать варианты продления. Если ты хочешь получить свою визу на больший срок, а именно на срок три года, приезжай в Испанию и агентство How to Spain подаст твои документы. Сколько раз мне нужно приехать для визы цифрового кочевника? Ты можешь приехать в Испанию, оставаться здесь, дожидать решения по твоей визе, получать пластиковую карту и жить здесь. Если же ты планируешь уезжать и приезжать, тебе нужно быть на территории Испании три раза. Первый – для подачи документов. Второй раз – после положительного решения для сдачи отпечатков пальцев на получение пластиковой карты. И третий раз – для того, чтобы эту пластиковую карту забрать. Ну и, конечно, несколько нюансов. Если тебе не хватает твоей туристической визы для того, чтобы приехать и уехать, после положительного решения есть возможность взять специальный документ, который называется авторизация о въезде. Именно он дает возможность приехать тебе на территорию Испании даже после того, как твоя туристическая виза закончена. С этим тоже помогаем мы. Если у тебя остались дополнительные вопросы, обязательно пиши их в комментариях или нам в социальные сети. Я обязательно на них отвечу, и мы поможем тебе с получением любого типа венжа. А теперь давайте поговорим немного о том, что вас ждет после переезда в Испанию. Испания – это не только солнце, море, вкусная еда, но также тебе нужно знать несколько особенностей, которые улучшат твою жизнь здесь. Первый совет – избегайте августа, особенно если вы приезжаете с детьми, ведь никакие школы не работают. И оформить твоего ребенка в школу, чтобы получить студенческую визу, будет нереально. Совет номер два – забудь про купюры 500 евро, ведь их здесь поменять практически невозможно. Тебе нужно будет ходить в такие большие магазины, как El Corte Inglés или Carrefour, купить там что-то для того, чтобы тебе эту сумму могли разменять. Поэтому лучше приезжай с купюрами 50, 100 и 200 евро. И совет номер три – не выбирай квартиры, где есть террасы, кафе, ведь они круглосуточно будут шуметь, мешать тебе спать. В шесть часов утра там начинает свой рабочий день, рабочий класс, ну а молодежь тусуется до двух часов ночи. И следующий совет – планируй свои покупки заранее. Если ты приезжаешь в Испанию в воскресенье, будь готов к тому, что все продуктовые магазины закрыты. Если ты хочешь купить хотя бы воду, нужно будет искать редкие круглосуточные магазины. Бюрократия требует терпения. Самое важное слово в Испании – это CITO, то есть запись навстречу. Если ты работаешь с агентством How to Spain, все эти CITO для получения твоих документов получаем мы. Если же нет, будь готов к тому, что за каждую CITO придется платить. Испания славится своей сложной налоговой системой, поэтому если ты планируешь жить в Испании долго, я рекомендую нанять тебе налогового консультанта. И медицина. Медицина в Испании на самом деле хорошая, но для того, чтобы иметь к ней доступ, тебе нужна медицинская страховка. Агентство How to Spain имеет свой отдел страхования, который поможет тебе выбрать оптимальный вариант для тебя и для всей твоей семьи, чтобы получить студенческую визу, визу цифрового кочевника, а также хорошее медицинское обслуживание. И к тому же тебя будут сопровождать на твоем родном языке. Вот и все, друзья. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезным и информативным. Вне зависимости от того, какую визу ты выберешь, студенческую или же визу цифрового кочевника, нужно понимать, что каждый тип имеет свои особенности. Ты, конечно, можешь все это пройти лично и на своем личном опыте узнать, какие же особенности существуют. Или можешь обратиться к нам. Я буду рада быть твоим специалистом по переезду и подскажу все нюансы и особенности, на которые нужно обратить внимание. Меня зовут Карина Вальчук, ведущий специалист агентства по делам иностранцев в Испании How to Spain. Не забывай подписываться на этот канал. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь сделать вашу жизнь в Испании яркой, красочной и комфортной. До встречи! Пока-пока!